Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами канал Агробук и обзор главных аграрных новостей. Подсолнечник и кукуруза рискуют остаться в полях, молочные фермы больше не получат субсидии на корма, штрафы для животноводов выросли до 600 тысяч рублей. Эти и другие новости далее в выпуске. Сегодня топ Агробук выходит при поддержке производителя семян озимой пшеницы, а также льна, нута, гороха и сой компании РЗ Агро Семена. Погода в центральной части России в этом сезоне как бы намекает аграриям. Ребята, не надо увлекаться зимой пшеницей. Второй месяц подряд поля заливает дождями. По данным Гидромедцентра, в сентябре в Липецкой и Курской областях осадков выпало в 2,5 раза больше нормы. Недалеко от этого показателя ушли Рязанская, Воронежская, Белгородская, Орловская области. В октябре дожди продолжились и значительно осложнили работу тем, кто не успел еще посеять озимые культуры. Впрочем, Минсельхоз России сообщает, что в большинстве регионов сев проходит штатно и только на юге и в центральной России наблюдается, так сказать, некоторое отставание. Но насколько оно некоторое, ответил аналитический центр САВЭКОН. По подсчетам Андрея Сизова, главы этого центра, центральный федеральный округ недосеет миллион гектаров и общая площадь составит 3 миллиона 300 тысяч гектаров. Ну то есть примерно 23 процента полей, которые были подготовлены под озимые в ЦФО выпадут из оборота, по крайней мере до весны. В общем, это, наверное, лучше. Лучше уж получить хороший урожай сои, чем наблюдать, как гибнут от мороза поздние посевы озимки. В целом, Минсельхоз рассчитывал, что озимые зерновые займут около 19 миллионов гектаров, но выполнение этого плана теперь маловероятно. Аналитический центр РусАгротранса ожидает, что площадь сева озимой пшеницы упадет до пятилетнего минимума и составит всего 16,5 миллионов гектаров. Сталкиваясь с такими погодными неприятностями, агроному стоит помнить, что не всякий сорт пшеницы выдерживает поздние сроки сева. А вот какой сорт выдерживает, вам расскажут специалисты РЗАгросемена. Компания давно работает с Национальным центром зерна имени Павла Пантелимоновича Лукьяненко и предлагает растеневодам семена пшеницы, а также тритикали краснодарской селекции. Все эти сорта вам знакомы. Алексеич, Тимирязевка 150, Кавалерка, Сабербаш, Лауреат, Гром, Таня, Юка и многие другие. Кировому севу вы также можете приобрести семена льна масличного в НИМК 620, крупноплодного нута Триумф, гороха сортов Саламанка, Мадонна и Клеопатра, а также семена сои сорта Скульптор. Качество семян очень высокое, по вашему желанию семена могут быть протравлены. Весь посевной материал производится в Ростовской области на собственном семенном заводе в хуторе Донском Зерноградского района. По вопросам приобретения семян у РЗАгро обращайтесь по телефонам, которые вы видите на экране. Урожай подсолнечника может оказаться не таким рекордным, как ожидалось ранее. На этой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил свой предыдущий прогноз на 600 тысяч тонн. Новая оценка 16 миллионов 300 тысяч тонн. Эксперты отметили, что изменения прогноза последуют и далее. Все целиком и полностью будет зависеть от погоды. При негативном сценарии урожай в России может составить 14-15 миллионов тонн, однако считаем совершенно преждевременно это принимать как данность. Подчеркнул в то же время специалист ИКАР Вадим Семикин. Аналитики не исключают, что часть площадей под подсолнечником в этом году уйдет в зиму, то есть уборка завершится уже весной. В прошлом году, по данным ИКАР, сбор подсолнечника в стране составил 15 миллионов 650 тысяч тонн. Прогнозы по урожаю кукурузы эксперты пока не пересматривали, но и здесь нам кажется, могут быть какие-то корректировки. Много злака остается в полях, а дожди отнюдь не способствуют сохранению зерна в початке. В Краснодарском крае убрано 77% полей под кукурузой, в Ростовской области 42%, а вот в Волгоградской области всего 13%. Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств России выступила в защиту интересов растеневодов и предложила Минсельхозу увеличить закупки зерна в интервенционный фонд. Вместо 3 миллионов тонн приобрести 10 миллионов тонн. Это, считают, Вакор поможет стабилизировать рынок и повысить цены на внутреннем рынке до такого уровня, чтобы аграрии могли покрыть понесенные издержки на выращивание пшеницы. Кроме того, Акор предлагает хранить закупленное зерно на складе у сельхозпроизводителя. Это поможет нивелировать дефицит элеваторов. Что Минсельхоз думает по этому поводу, нам пока неизвестно. Напомним, что к 21 октября в Государственный интервенционный фонд на торгах было приобретено уже более миллиона тонн пшеницы. Это было потрачено свыше 15 миллиардов рублей. Не сложно подсчитать, что на покупку 10 миллионов тонн потребуется уже 150 миллиардов рублей. А это достаточно значительная для бюджета сумма. Следующая новость настолько хороша, что начинать ее следует с заголовка. Минсельхоз допустил финансирование госпрограммы АПК на уровне 375 миллиардов рублей, пишет Интерфакс. О чем идет речь? В бюджете на 2023 год заложены средства на развитие сельского хозяйства. 344,8 миллиарда рублей. Однако сумма в реальности может оказаться выше на 30 миллиардов, но при условии, что в 2023 году у федерального бюджета возникнут дополнительные доходы, сообщает замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. А теперь угадайте, о каких внезапных доходах идет речь? Правильно, это доходы от сбора экспортных пошлин на зерно. То есть, если цены на зерно взлетят, а рубль обвалится, государство сможет больше забрать у растеневодов и больше раздать тем, кому посчитает нужным. Стоит отметить, что согласно проекту федерального бюджета, доход от экспортных пошлин на одно только зерно составит почти 220 миллиардов рублей. Ну, можете сами сравнить эту сумму с той суммой, которая заложена в бюджете на поддержку всего АПК. Молочные фермы в этом году не получат субсидию на покупку кормов. Субсидия на корма появилась в 2021 году. Тогда хозяйством было выделено 10 миллиардов рублей. Они могли компенсировать до 50% своих затрат на приобретение кормов для молочного стада. Но Минсельхоз России считает, что в этой мере больше нет необходимости, так как цены на зерно снизились. По данным Совэкона, зерно и правда на внутреннем рынке подешевело на 20% по сравнению с октябрем прошлого года. Впрочем, молочникам от этого мало радости. Ведь помимо комбикормов требуется заготавливать сенаж, силос, покупать ветеринарные препараты, семя для оплодотворения и так далее. Все это стоит очень дорого, цены на эти средства производства выросли, но компенсации никакой нет, их не увеличили. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недушка в беседе с коммерсантом признал, что сохранить высокие объемы производства молока без поддержки государства невозможно даже для крупных и эффективных компаний. Здесь не лишним будет сказать, что «Степь» вообще возглавила рейтинг хозяйств по продуктивности молочного скота. По данным «Союзмолоко» на лучшей ферме, на дое компании превысили 15 тонн с коровы, с учетом нормализации по жиру и белку на базу 3,7-3,2. Если даже лучшие не обходятся без господдержки, что говорить о средненьких. Как бы грустно не звучали новости о животноводстве, мы настаиваем, что заниматься им нужно. И приглашаем всех 10 ноября на день мясной фермы на базе кооператива «Фосход» в Песчаноковском районе Ростовской области, в селе Развильное. Предприятие хорошо известно тем, кто занимается мясным скотоводством. Кроме того, своим успехом оно обязано кооперации. 10 ноября мы будем говорить об откорме скота, производстве кормов, реализации говядины и, конечно, об экономике и господдержке. Присоединяйтесь к нам. Для сельхозпроизводителей участие бесплатное, нужно только предупредить о своем визите по телефонам, которые указаны на экране. Продолжаем рубрику «На что еще государство решило не тратить бюджетные деньги». Следующая статья экономии – это программа 1432 или программа субсидирования производителей сельхозтехники, которая подразумевала, что сельхозпроизводитель может приобрести технику российского производства со скидкой, а завод, в свою очередь, компенсирует эту скидку из государственного бюджета. Ежегодно на эту программу выделялось по 14-15 миллиардов рублей, в 2022 году – 8 миллиардов, и вот теперь в бюджете на 2023 год заложено только два. Глава Ассоциации Росспецмаш и совладелец Россельмаша Константин Бабкин назвал эту сумму ничтожно малой. Без господдержки производители сельхозтехники начнут терять позиции на российском рынке, убежден Константин Бабкин. Во-первых, по его словам, сильный рубль сегодня сделал западные машины даже дешевле российских, и аграрии наверняка найдут способ их везти. А во-вторых, цены на зерно не стимулируют спрос на технику. По словам Бабкина, государство предложило производителям сельхозтехники обращаться за дополнительным финансированием, когда у них действительно возникнут проблемы. Министр сельского хозяйства Краснодарского края пообещал распрощаться с чиновниками районов, где стагнирует животноводство. Выступая на совещании в рамках выставки «Прибыльное животноводство», которая прошла в Краснодаре, Федор Дирека отметил, что в некоторых районах сокращается поголовье коров и надои. Кроме того, в ряде муниципалитетов продуктивность коров остается крайне низкой. Замы районных глав, курирующие сельское хозяйство, должны уделить этому пристальное внимание, считает министр. В противном случае им просто придется учиться работать в другом месте. Федор Дирека отметил, что молочное животноводство сегодня имеет рентабельность на уровне 30%. По его словам, средняя себестоимость молока колеблется в пределах 25-30 рублей, а покупают это молоко, мол, заводы, в пересчете на жиры и белок, по цене от 40 до 45 рублей. Федор Дирека отдельно обратился к фермерам с призывом заниматься животноводством, не обязательно молочным. Министр заявил, что если фермеры обрабатывают 30% пашни в регионе, то и производить продукции животноводства должны тоже не менее 30%. Сегодня же на долю КФХ приходится всего 6% производимого на Кубани молока, 3% мяса и 2% яйца. Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые существенно повысили штрафы за ветеринарные нарушения. Так, за сокрытие падежа скота гражданин заплатит на 1000 рублей, организация на 50 тысяч рублей больше, чем ранее. Появились новые штрафы за повторное нарушение правил карантина животных. Предусмотрены также штрафы за нарушения, которые повлекли возникновение новых очагов заразных болезней. За это нарушение юрлицу грозит штраф до 600 тысяч рублей и приостановка деятельности предприятий на срок до 90 суток. Член комитета Совета Федерации Александр Башкин отметил, что размеры штрафов не менялись с 2013 года. Он также добавил, что по информации Минцельхоза России, сумма прямого ущерба российской экономике, только от африканской чумы свиней, ящура и гриппа птиц ежегодно превышает 2 миллиарда рублей. Да. А хорошая новость будет? Обязательно. И хорошая новость напоследок. Госдума России приняла в первом чтении поправки в налоговый кодекс, который вводят в России с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки. Размер акциза 7 рублей за литр. Акциз коснется любых напитков, в которые добавлен сахар или иные подсластители в массе более 5 граммов на 100 миллилитров. Так законодатели намерены бороться с опасным заболеванием – сахарным диабетом, ну и заодно пополнять федеральный бюджет на 35 миллиардов рублей ежегодно. Союз производителей напитков меру, конечно, не одобрил. Глава объединения Максим Новиков заявил, что вклад напитков в потребление сахара – это всего 2%. Ну, видимо, имелось в виду, какое количество сахара используют производители напитков и сколько сахара идет в хлебопекарную, кондитерскую и молочную промышленности. А также напрямую продается населению. Хорошая новость, с одной стороны, заключается в том, что соки, нектары и сокосодержащие напитки, морсы и квас в этот список не попадут. Ну и, вероятно, спрос на эти напитки вырастет. А мы, конечно, с нетерпением ждем, когда в СМИ начнут появляться заявления разных политиков о вреде сахара. Ведь надо же как-то оправдать этот новый акциз. И при должной информационной поддержке можно одним выстрелом даже убить и второго зайца, решить проблему с импортозамещением семян. Ведь если сахар окажется невероятно вредным, то возникнет вопрос, зачем нам выращивать сахарную свеклу, да еще и семян недружественных государств. На этом все. Будьте здоровы, питайтесь правильно, не болейте, оставайтесь с нами и увидимся на следующей неделе. Рубль, например, обвалится. Государство сможет больше забрать у растеневодов и больше раздать тем, кого считает более предпочтительным для этой субсидии. Ну, давай перезапишем. Все-таки это тыква меня доконала. Мне надо меньше размахивать руками, чтобы так останемся без овощей. Хотя нет, тыква это что, бахчевая культура? Да, бахчевая. Бездоров бахчи. Едем, да? Сейчас, секундочку. Я думаю, может, воткнуть третью совушку и посмотреть, кто заметит, что в конце стола. Не надо, не надо, не надо. Тоже не будет. Поэтому выпуск будет просто чудный. Едем? Да. Нажимай. Я пошла. А, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.